28 апреля губернатором Оренбургской области было подписано постановление о запрете продажи пенных напитков в жилых домах и пристройках. По мнению властей, такое изменение должно снизить уровень употребления алкоголя у населения, решить чистоту преддомовых территорий и сохраны общественного порядка. Все мы являемся жителями нашего региона. Выходя на улицу, мы видим, что в многоквартирных домах на сегодняшний день таких предприятий, торговых объектов на сегодняшний день достаточно много. Мы понимаем, что они реализуют не товар первой необходимости для населения. Всего в области под запрет попадут около 35% предприятий. Это 582 магазина и 111 баров. Рестораны и кафе – исключение. И тут возникает вопрос, не переведутся ли торговые точки с продажи пенных напитков в заведение общепита. Значит, существует ГОСТ, который определяет минимальные требования ко всем предприятиям общественного питания. Конкретно разделяется, какие требования минимальные к ресторану, какие кафе и так далее. Вот опираясь на этот ГОСТ, можно будет уже делать выводы, вообще он соответствует, это общественное питание. За неподчинение новому постановлению грозит штраф от 5 до 150 тысяч. Для крупных торговых точек такая сумма может показаться несущественной. Общественники предлагают увеличить штрафы. Нужно увеличивать эти штрафы. Мы планируем обратиться сейчас, как бы мы приняли решение с Министерством экономики, доработать наши обращения и увеличить штрафы. Правоохранительные органы просят граждан сообщать о незаконной продаже алкогольной продукции. Ведь если полиция будет постоянно проверять торговые точки, это уже будет препятствием предпринимательской деятельности. По прекращении деятельности противоправных предпринимателей, ну, в данном случае возможно переоформить другой ИП и на законных основаниях работать. То есть я могу только одно ответить, если такие имеют место, надо продолжать о них заявлять. Данный запрет, конечно, направлен на воспитание и употребление пенных напитков среди населения. Под сильное влияние алкоголя попадает даже не подростковое поколение, а дети, рожденные в 80-х и 90-х годах. Сегодня и в большинстве случаев выбирают вот этот возраст 28, 32, 35 лет. Буквально зеленые, черные, ну, пьют, да, по обращению. Это только первый шаг, чтобы ограничить доступ и снизить уровень к алкоголю у граждан. Но в это же время предприниматели, которые попали под запрет, собрали уже более тысячи подписей против постановления. По словам представителей малого и среднего бизнеса, такое решение не поможет бороться с алкоголизмом, а только навредит магазинам шаговой доступности. Екатерина Роженко, Олег Николаев, Городской телеканал ЮТВ.